Всем привет! Сегодня будем готовить заливное. Я покажу, как я готовлю его прозрачным. Оно получается как озеро. Готовить это просто. Подойдет на любой праздничный стол. Стол особенно к Новому году. Я буду готовить из двух свиных языков. Я залила их холодной водой. Ставлю на огонь и жду, чтобы это все закипело. Вода закипела. Все это сливаем и языки промываем. Опять залили холодной водой. Накрываем крышкой. Крышечку даже можно чуть-чуть приоткрыть. Капельку. И теперь важный момент. Нужно, чтобы вода закипела. Но не ставьте на максимальный огонь, чтобы она вот так начинала бурлить. Даже когда вода закипает, это все равно должен быть какой-то минимальный огонь. Я ставлю на средний. И когда уже вижу, что кипит, уменьшаю на самый маленький. Чтобы оно еле булькало, как бы томилось. Варю я приблизительно полтора-два часа. Ну, плюс-минус. У меня осталось 40 минут до окончания варки. Посмотрите, какой прозрачный бульон. Теперь я посолю. Сюда лавровый лист. Я кладу два штучки. Перчик разный. Морковочку. Немного сельдерея, если есть. Если нет, можно укроп или петрушку добавить. И маленький кусочек лука. Не всю луковицу. Видите, совсем чуть-чуть. Накрываю крышкой. И вот так еще томится 40 минут. Посмотрите, все сварилось. Теперь я достаю язык. И у меня уже я набрала только что холодной воды из крана. Можно даже лед добавить. Но у меня очень холодная, поэтому я не буду добавлять лед. Отправляю сюда язык. Вынимаем все овощи. Щепотку соли в один белок. И взбиваем вот так чуть-чуть вилочкой. Бульон я опять ставлю на огонь. И как только сейчас начнет закипать, отправлю сюда белок. Вот сейчас только начнет закипать. Я отправляю сюда тонкой струйкой белок. И вот так вот вилочкой или ложечкой мешаю. Сейчас белок весь свернется. Так, смотрите, вот так. Я уже рядом подготовила марлю. У меня сито, марля и емкость. И вот сюда процеживаю. Нужно, чтобы вот это все стояло час-полтора. И все, что еще есть, мелкие-мелкие такие частички, они должны осесть. Это занимает не менее часа. Это точно. Не переживайте, даже если бульон у вас остынет. Очищаем язык. После холодной воды он хорошо чистится. У меня не было возможности сразу приготовить заливное через 2 часа, поэтому я поставила бульон в холодильник. Осадок осел. Сверху образовался жирок. Его убираем при помощи салфетки. Посмотрите, какое получилось чистое заливное. Я еще подожду минут 5, чтобы если вдруг осадок вверх поднялся чуть-чуть, чтобы он осел. Таким образом у меня всегда получается прозрачное заливное. Значит, хочу сказать, я уже столько раз его готовила, и оно у меня то получалось, то не получалось. Поэтому просто из личного опыта, почему-то лично у меня на свином языке всегда получается прозрачно. Когда я готовлю говяжий язык, чуть-чуть не так, вот чуть-чуть, возможно, какая-то пленочка. Ну, может, я такая плохая хозяйка, что у меня с говяжьего не всегда выходит. Ну, не знаю почему. Может, зависит от жирности языка. Значит, если вы все делали так же, но у вас чуть-чуть мутненький, ну, мало ли, может быть жирный, может быть что-то еще, ну, кто его знает, по-разному бывает. Значит, что делать? Если он слегка мутный, ничего страшного, заливайте и подавайте. Но если у вас осадок и, ну, что-то как-то у вас не получилось, как исправить положение? Просто убираете бульон, выкладываете порезанный язык, все делаете как обычно. Единственный момент, вы буквально за 20 минут сварите просто обычный овощной бульон. Он будет очень прозрачный, как стекло, без кабли жира. Просто он будет иметь оттенок, смотря чего вы больше положите. Или морковки, или, например, там, сельдерей, или укроп, или петрушки. Может быть, зеленоватым, немножко таким, как легкий, зеленоватый такой оттенок водички. Тоже очень красиво. Аккуратно бульон, вот этот верхний без осадка, переливаем в другую емкость. Бульон нужно хорошо подогреть. Язык нарезаем. Я выкладываю язык так, чтобы посередине получилось озеро, как будто вот так вот заходит немного, видите, вот так вот, как за камешки. И сюда идет на сужение, и здесь обязательно выход. Тогда очень красиво смотрится. 10 грамм листового желатина я замачиваю в воде на пару минут, чтобы он стал мягким. Потом его надо разогреть. Вы можете использовать любой желатин. Берем 2 яйца. Срезаем вот так вот вниз, чтобы яйца хорошо стояли. Яйцо поменьше будет, девочка, яйцо побольше, мальчик. Морковка, которая варилась вместе у меня с бульоном. Я отрезаю 2 кружочка и сделаю сейчас лапки. Отрезаю вот такие треугольнички. Ставлю вот такие треугольнички, чтобы смотрелось, как будто лапки. Желатин отжать и растопить в микроволновке. Растопленный желатин добавляю в бульон и перемешиваю. Аккуратно заливаем заливное. Когда бульон остынет, убираю в холодильник. Украшаю перед подачей на стол. Утром из холодильника. И посмотрите, бульончик чистенький. Такое прозрачное озерцо. В таком виде я храню практически до прихода гостей. Лебедей делать буквально 5 минут. Сейчас покажу, как. И вот перед тем, как подавать на стол, ну, хотя бы за час, да, не больше, я украшаю и делаю лебедей. Чтобы дольше стояло в холодильнике, и яйца на воздухе, они обветриваются. Сделать лебедей очень легко. Мне понадобится одно вареное яйцо. С двух сторон Отрезаем вот такие вот небольшие как бы кусочки, да, это будут крылышки. Отрезаем от яйца. Мне понадобится кружочек. Так, я вот так делаю аккуратно. Чтобы не сильно толстая у вас шея получилась. Где-то вот так. Разрезаем приблизительно пополам. Берем самую красивую половинку. Смотрите, даже мыть не надо. Если у вас сильно в желточке, помойте. Теперь нужно сделать красивую шею. Значит, вот здесь вот, где будет носик, вот тут, где уже, все равно чуть-чуть нужно подрезать. Смотрите. И по длине, вот тут, с широкой стороны, чуть-чуть отрезать. Теперь в эту сторону тоже нужно подрезать, чтобы шея была не слишком толстая. Все время примеряем и смотрим, чтобы шея красиво смотрелась. И можно все время регулировать и смотреть, чтобы он, например, или пил водичку, или смотрел прямо, или даже смотрел вверх. Тут как хотите. Из отварной морковки сделаем клювик. Я меряю вот тут вот самую узкую часть белка, какой у меня есть, и отрезаю вот такой ширины кружочек. Вырезаю треугольничек. Прикладываем вот так вот к шее и отрезаем лишнюю часть. Берем зубочистку, делим ее на две части. Одну часть делаем вот такую коротенькую, одну подлиннее. Сперва делаем клювик, поэтому короткую часть аккуратно одеваем вот сюда в белок, чтобы его не прорвать. И одеваем клювик. Получается вот такой красивый лебедь. Теперь нужно сделать глазки. Делаем глазки. Значит, я буду использовать черный кунжут. Вот так вот выкладываем, немного придавливаем, вдавливаем его в белок. Последняя примерочка. И теперь берем большую часть зубочистки, которую мы отломали. Отправляем в яйцо на то место, где будет шея. И вот так вот аккуратно одеваем шею. Если вы сразу шею оденете, а потом в яйцо, вы повредите шею. Вот посмотрите, вот так должно получиться. Два крылышка мы уже с вами отрезали. Теперь нужно сделать хвостик. Значит, берем тоже вот такую часть белка. Делаем максимально ровную, срезаем все переходы. Значит, нам нужно сделать что-то в виде тоже треугольника. Я делаю вот так. Вот эту часть такой и оставляю. А вот здесь нужно вырезать зубчики, как будто это перышки. Вот здесь внизу делаем аккуратно надрез. Вовнутрь он должен быть такой, достаточно глубокий. Для чего? Вот здесь белок должен идти на нет. Немного вот здесь придавливаем яйцо и ставим хвостик. Делаем с двух сторон вот такие надрезы. Вовнутрь поглубже, но не слишком широкие, не слишком длинные. Отодвигаем надрез ножом и вот так вот вставляем крылышки поглубже, чтобы они хорошо держались. С одной и с другой стороны. Вот такой получился лебедь. Такой же делаем и второй. Чтобы сделать такие красивые камуши, мы берем 50 грамм воды и щепотку соли. Сюда добавляем муку и замешиваем тугое тесто. Тесто не должно липнуть к рукам. Но обычно, когда я готовлю заливное, это всегда праздник, и я делаю еще дома какие-то закусочные пироги или торты и оттуда отщипываю кусочек теста. Мне понадобятся самые толстые стебли укропа или петрушки, которые у вас есть. Значит, что я делаю? Вот так вот отрезаю тонкие части. Нужно делать и короткие, и длинные стебельки, и нужно делать и толстые, и тонкие. Такие есть. Вокруг стебелька, вот так вот у края, залепливаем кусочек теста. Не делайте его слишком большим, но толстым, да, чтобы он потом в итоге не накренился слишком. Обмакиваем в лимонный сок. И я делаю два варианта можно. Вот очень красиво делать в маке, и можно в паприке. Есть коричневые камуши, такие уже более, которые отцветают, а есть такие. Смотрите, как смотрится. При помощи ножа ставим камаши вот сюда, как хотите. Можно их делать длиннее, короче, как вам нравится. Украшаем укропом и петрушкой. На одну часть я больше зелени делаю, на вторую чуть меньше. И как в итоге получилось. Очень хорошо, когда есть петрушка, тогда разные листики получаются. Очень красиво, нарядно, на любой стол. А главное, у нас получилось очень прозрачное само заливное. Еще вариант для подачи. Значит, можно сделать уточек. Тогда просто шеи делайте короткие, чтобы они не загибались, так как вот у лебедей. Остальное все точно так же, только крылышки короче. А из перепелиных яиц делайте маленькие утята и прячьте их там в камышах. Очень красиво будет. Напишите, как вы готовите заливное и как вы его украшаете. Потому что у меня не всегда получается вырезать из овощей. Я знаю, девочки делают красивые лилии. Вот я была в гостях. Такие красивые лилии на заливном. Но у меня почему-то не получается. То ли у меня терпения на них не хватает. Не знаю. Ну, в общем, если у вас получаются лилии, сделайте мне скриншоты с ваших лилий и повысылайте мне в инстаграм. Жду ваши фото с заливным на новогоднем столе. Всем удачи. Готовить это просто. Главное просто встать и потратить буквально час времени. У вас все получится. Ну, все. Хорошего вам Нового года. Хорошего праздника. Вкусного и красивого прозрачного заливного. Все. Всех люблю. Пока-пока. Смотрите меня на телеканале R1.